Сегодня у нас в работе будет старенькая стиральная машинка Vestel. Подсветка что-то моргает у меня. Так, бак я уже вытащил, разобрал. Сейчас мы его раскручиваем, смотрим что дальше. Все в пыли в грязи и посмотрим что там дальше у нас будет. В общем сегодня Vestel. Итак, бак я уже раскрутил, разобрал. Внутри немножко грязи, это уже стандартная ситуация, не страшно. Страшно было другое. Подшипники были настолько разрушены, что уже даже начал пилить. Ну хорошо, что только начал пропил, только обозначился. Вот сами подшипники, вот таким образом. Вот таким образом они заржавели, загудели. Ну как подшипники выбивать вы видели неоднократно. Использую подставочку, вот такую алюминиевую выбивалку, кувалда и все это замечательно выбивается. Некоторые возмущаются, как так выбивать? Ребят, ну что его сохранять от подшипника? Зачем мне его прессом выдавливать? Три удара молотком заменяют 15 минут настройки на прессе. Неинтересно. Вот такой вот сальник у нас превратился уже в какашку. В общем это мусор. Сам вал я уже тоже все это почистил и сделал. Все нормально. Хром у нас хороший, как ни странно. Обычно на этих машинках тоже начинает хром облазить. Приходится тоненькое колечко сюда изобретать. В этот раз у нас все хорошо. Оставляем как есть. В принципе скажете, а для чего тогда вообще этот ролик? Я вам сейчас объясню. Очень часто в своих роликах вы пишите. Деда, где ты берешь подшипники? А вот где? Видите? Созваниваемся, списываемся и потом к нам в итоге приходит вот такая коробочка. И в ней как что? Можно догадаться. Немножко подшипников. Все это естественно идет через накладную. Все это красиво. Ну вот в данной ситуации у нас подшипников там вот на пять с чем-то тысяч рублей лежит. Когда вы занимаетесь ремонтом одной стиралки, ваша задача купить два подшипника и сальник. Ну как вы поняли, да, за пять лет роликов на моем канале по ремонту стиралок у нас их немножко больше чем, да, одна-две. Ну как бы показать. Вот одна. Вот там внизу и вот эта вторая. Вот там под станком еще одна есть. Ну короче, вы знаете, да, у нас их довольно много в нашем сервисном центре, на центральном складе. Итак, для ремонта машинки Westel или Whirlpool. Машинка одна и та же, только фирмы другие, да, как кусок сыра отрезанный. Два куска сыра на прилавке магазина с разной ценой, но отрезанный от одного куска. Так и здесь. Две фирмы, машинки абсолютно одинаковые. Нам сейчас потребуется 203 подшипник, 204 и сальник 25 на 47. Сальник вот он уже есть. Куплен на специализированных сайтах, где торгуют именно сальниками. Сальник чем интересен? У него вот эта пружинка, которая внутри, она из нержавейки. Если вы покупаете сальник в автомагазине, пружинки будут сделаны просто стальные, каленые, черные. Ну, если попадает туда каким-то образом порошок или еще что-то, они мгновенно ржавеют и разваливаются. Эти сальники ходят подольше, потому что они из нержавейки и им наплевать на стиральные порошки. Плюс ко всему у них усилены вот такие вот воротнички для работы именно с грязью, со щелочью и всем. У автомобильных сальников обычно всего-навсего один воротничок есть и все. Здесь специально для грязезащиты или грязезадержки, да? Ну, а дальше все просто. Значит, нам нужен 203-й, так, и 204-й. 204-й есть. И 203-й подшипники вот к нам пришли. Фирма Тора, вот это вот Биорун, но это итальянские подшипники, ребят. Посылка пришла к нам с подшипникового государственного завода, ГПЗ-64. Сейчас я даже гляну. Подшипники при нам пришли из города Саратова к государственному подшипникового завода. Всегда в посылочках вкладываются вот такие вот обложки, тетрадочки, чтобы нам было веселей где-то что-то записать. Стикеры, ну, это расходники, да, как в любой мастерской. Если зайти на сайт подшипникового завода города Саратова, там у них тысячи наименований разных подшипников, поэтому мы выбираем, выписываем, там по 10, по 20 штук. Нам этого хватает каких-то на месяц подшипников, каких-то на год. Ну, допустим, вот 300-я серия подшипников, они редко используются, да. 10 штук их взяли и нам и там на полгода их точно хватает. А 202, 204, 205 приходится ящиками брать. Также у ребят есть вот такие еще подшипники. Они делают сами ремкомплекты. Ну, допустим, Жигули, Москвич, Волга, Уазики, всевозможные. В общем, на весь отечественный автопром. Передняя ступица и, допустим, вот полуось заднего моста. То есть тут у нас в комплекте сразу же идет комплект. Не надо лазить по витрине. Вы просто заказывайте комплектом и к вам приходят. Вот сам подшипник на полуось, сальник для полуоси и запорное кольцо. Этот комплект он один и тот же у нас идет. Что на Волгу, что на Москвич, что на Жигули. В принципе, одинаковые. Только размеры чуть-чуть отличаются. То есть, если кому-то надо, не хотите платить перекупом, ссылочка на завод, естественно, будет в описании. На отдел продаж можете перейти, попытаться с ними созвониться и договориться. Ну, почему именно Жигулевские? Вы все прекрасно знаете, что у меня есть парочка автомобилей Жигули. Копейка-двойка. Соответственно, скоро на экране замена ступичных подшипников. Ну и подшипники полуоси. Ну, а сейчас ролик, скажем так, от спонсора. Можно назвать. Подшипники специально, ребят, для стиральных машин и этого. Я поинтересовался на заводе. Я бы неоднократно говорил, что я не знаю, в чем разница между обычным подшипником и подшипником для стиральной машины. И мы брали на различных сайтах, да, там я отсылал вас, типа, в гугле, погуглите, купите, прикупите. Но с нынешними санкциями многие интернет-магазины по запчастям для машинок перестали работать. Вернее, как там есть, но на позиции написано, нет в продаже или закончились. Ждите поставки. Но чем интересны эти подшипники? Ну, они не для толка для стиралок идут. Это подшипники идут повышенной точности. То есть, те подшипники, которые работают, допустим, в заднем мосту, в переднем мосту, там, в коробке передач, они крутятся прямо в масле, в солидоле, там, в негроле. У них уже слегка увеличенные зазоры, как раз для масляной пленки и всего, да, и оно там работает, крутится нормально. Здесь увеличенная точность, потому что смазки всего-навсего немножечко, экономно. Вот что туда положили, то оно и есть. И эти подшипники за высокой своей точности, они малошумящие. То есть, ни резиночка, ни смазка, а именно то, что они высокой точности и малошумящие. Вам же не нужен урок, да, как от жигуля, чтобы у вас в ванне все время стоял жигули, тарахтел. Вот. Вам надо, чтобы тихонечко это было. Поэтому эти подшипники, может быть, несколько дороже обычных в автомагазине, но в то же время они вам добавляют комфорт и долговечность. Если в том же жигуле или москвиче эти подшипники надо менять каждые два-три года, то стиральные машины работают и по 8 и по 10 лет. Вот вам разница, да? Ну, а сейчас мы эти подшипники от саратовского подшипникового завода установим в нашу стиралочку. Ну, а дальше, что казалось бы сложного в установке подшипников, да? Берем оправочку и забиваем. Все прекрасно знают, что оправочка должна своим ободком давить на наружную обойму, если мы это забиваем в отверстие, да? Или давить на внутреннюю обойму, если мы забиваем это на вал. Здесь отверстие по этому оправочке специально с пояском, который давит именно на наружную обойму. Мне много лет именно так и делал, но благодаря вашей критике, вашим комментариям, пообщавшись со специалистами, я отказался от вот этой функции забивания. Ну, тем более, что вы знаете, у меня есть токарный станок, и я сделал себе вот простейший вот такой вот запрессовщик. Такая вот оправочка. Болт М12, это шпилька китайская, тут болт, вернее, да? Болт китайский. Вот маленький упорный подшипничек, он помогает нам, снимает нагрузку при вращении, он просто легче. Вот он подшипник, вот оправка, центруется и точно также ободком за внешнюю обойму давит. И вот 203 подшипник, точно также оправочка, центруется за отверстие, чтобы не было перекоса, упор на наружную обойму и, соответственно, потом шайба, гайка и мы это все сдавливаем. Вот, в принципе, все, да? То есть, я перешел именно на прессовые посадки. Ну, а дальше все просто. Берем внутренний подшипник, прицеляемся, берем наружный подшипник, прицеляемся, шайбочка, гаечка. Дальше, ребята, обязательное условие. Всегда сажайте подшипник со смазкой. Не важно, насколько тугая, плотная или скользящая посадка. Всегда его смазываем сверху. На сухую это не делается. Обязательно делаем со смазкой. До чего? Сама ступица, вот здесь внутри, она из силумина, из алюминия. То есть, если вы подшипник с каким-то перекосом, с натягом, на сухую, полинка, стружинка попадет, начнете его задавливать, он вам задерет, обдерет всю посадочную поверхность. И в итоге у вас подшипник станет не ровно, а с каким-то перекосом. И потом он во время работы будет все время боком работать. Вам этого не надо. Поэтому не жалеем, смазываем. Ну, можно вот так руками. Кто брезгует, можно взять ВД-шку побрызгать. Направляем подшипник в свое посадочное место. Направляем второй подшипник в свое посадочное место и все это зажимаем гаечкой. Вот чем хороша работа с упорным подшипником. Давление происходит через шарики. То есть, буквально одним пальцем это можно закручивать. Это не из-за того, что они туда слегка заходят. Они заходят нормально. Там у них посадка сделана заводом. А из-за того, что мы крутим через шарик, через подшипник. Поэтому это все легко происходит. Ну и вот пока мы этот задавливали, этот подшипник тоже автоматом уже туда зашел. То есть, одновременно два подшипника совосно, потому что по одной оси идут. Без перекоса, потому что у нас оправки сделаны по отверстиям. Все это плавно и хорошо у нас зашло. Красота! Красота! И вытаскиваем наше приспособление. Подшипники установлены. Далее устанавливаем сальники. Есть тоже маленький нюанс, ребята. Опять же объясняю, рассказываю. Есть вот, допустим, вот такой сальник и есть вот такой. Вроде бы и там, и там два воротничка. Вроде бы и там, и там. Но чуть-чуть разница по высоте, чуть разница по воротничкам. И тут вроде бы и тут пружинки вроде из нержавейки, но есть маленький нюанс. Оба сальника на 25 миллиметров. Но, смотрите, один из них просто оделся и вот он тут-то как бы вот ни о чем. Он болтается, видите? Не важно какой стороной мы его одеваем, он просто вот болтается. Вот это грязьотталкивающее колечко, оно здесь просто вот со свистом щелки там. А вот есть другой сальник. То же самое 25 на 47. Размер у них одинаковый. Но и переднее колечко прямо с трудом одевается. И заднее колечко вообще с натягом идет. Вот оно. И оно уже тут-то, короче, намного плотнее посадка. Я не знаю, как это пальцем его показать. Вот это плотно, а вот это вот со свистом проваливается, да? Вот. Ну, поверьте, там, когда покупаете, выбираете, тоже есть вот такой нюанс. Была закуплена партия этих сальников, но как-то они у нас вот, они вот так. Неинтересно. Вот эти поплотней, поинтересней. Вот они, да? Будем ставить тот, что поплотнее. Для постановка сальника необходимо взять белоснежно-чистую тряпочку, обязательно растворить. Ну, можно бензин. Смачиваем прямо обильно, не жалея, но без фанатизма. И тщательно вымываем вот это вот посадочное место. Мы же сальник сажали с маслом. Это в коробку скоростей в автомобиле. Сальники у нас на масло сажаются. Здесь нам этого не надо, потому что масло вымывается стиральными порошками. Ну, вы все прекрасно знаете, что робо, какая бы манжутная ни была, запросто стирается в стиральной машинке. Поэтому нам этого не надо, масляной пленки здесь. Сюда подшипник можно посадить на сухую, как делает завод. Но я перестрахериваюсь и сажаю все эти сальники. Кстати, сам сальник тоже руками где-то облапался, по складу таскался. Я вам пока показывал. Обязательно тоже обезжириваем. Я их сажаю просто на любой резиновый клей водостойки. Клей момент 88. Там еще какие-то есть клеи у нас именно по резине. Обильно, но без фанатизма, чтобы он был клей. Наношу на поверхность самого сальника. А далее под этот сам сальник уже в отверстие вот такими вращательными движениями наношу клей на внутреннюю поверхность. Там машинка старенькая, уже там микропорки, всякие заусенки есть на вот этом силуминовом корпусе, на ступице. И туда это все задавливаем. Машинка старенькая, вот здесь есть уже всевозможные микротрещины, задиры и так далее. В них будет попадать стиральный порошок и будет происходить вот здесь разрушение. Я вам обязательно найду и покажу ступицу, где вот уже разрушены сильно именно вот эта вот ступица, да? Корпус пластмассовый. Где уже разрушена именно сама ступица, если корпус пластмассовый. Я вам это покажу обязательно. Включу сюда пару фотографий. Вот поэтому пускайте все трещины у нас будут заняты клеем, который многие пишут и правильно пишут, что по пп пластикам клеи не прилипают. Они прилипают, эти пп пластики к ним. Но, если честно, гораздо лучше, чем какие-нибудь герметики, да? Автомобильные. Автомобильный герметик призван заполнять с собой трещинки и все остальное, но не прилипать к поверхностям, чтобы потом он легко счищался. Нам не надо, чтобы легко счищалось, нам надо, чтобы заделалась трещина с собой, поэтому клей. Вот этот герметик, они работают между двумя сжатыми поверхностями, его оттуда ничего не может убрать. Если он будет просто на открытой поверхности, он легко снимается, он не приклеивается. У него адгезии нету. Клей, адгезия есть. Дальше обычная сборка. Самую сборку я неоднократно показывал. Нужен универсальный шпатель, специально смазка. Вот такая вот худра 2. Она может быть от разных производителей, но международное название вот такая худра мудра 2. Такой вот интересный барсучий жир, который выдерживает температуру до 190 градусов. Щелочка, кислота, там всякий грязеупорный. Именно вот эту смазку наносим туда, во внутрь сальника. Такие ролики у меня уже были. Десятки роликов, да, на моем канале. Плейлист ремонт стиральных машинок. Вот, в принципе, там рассмотрены почти все бытовые машинки, которые только применяются в продаже у нас в России, по крайней мере. Повторяю, бытовые машинки, не промышленные. Промышленных у меня нету. Также, не жалея, наносим эту смазочку на сам вал, где будут работать сальник и на то место, где будут стоять подшипники. Просто при сборке оно нам поможет легко посадить подшипники на свое место. Опять же, неоднократно я говорил, что многие бы пытаются накернить подшипники, типа он должен запрессоваться туда. Ребята, вы его накернили, а дальше смотрите, что происходит. Вы берете вот эту штуку и одеваете ее. Вот этот вот подшипник внутренний, да, он оказывается у нас где? Внизу вала. Вы его одеваете. В какой-то момент у вас уперлась, потому что вы там накернили, и вы начинаете лупить, забивать. Вы лупите где? Вы грамотные, вам рассказали, вы бьете здесь по наружной обойме. А как там внутренняя обойма сядет на накерненный вал, когда вы лупите по ступице? Удар со ступицы пойдет на наружную обойму, снаружи через шарики сепаратор на внутреннюю. Только тогда внутренняя обойма будет пытаться напрессоваться на накерненный вал. И что у вас будет с подшипником? Вы его весь побьете. Вы только во время сборки своей машины сразу угандошите, извините меня, пять лет срока службы вашей стиральной машинки. Вот так должны садиться. На валу, если меряете микрометра, минус полторы, минус две сотки заводом, занижен размер в минусе. Вот так они и садятся эти подшипники. Обязательно со смазочкой, ребят, и снаружи запрессовывайте. И там, где легкая посадка, тоже со смазкой. Но если у вас выработка десятка, полторы, накернили, обязательно сажайте на какой-нибудь красный фиксатор, на эпоксидную смолу, еще что-то. Но кернение, честно говоря, долго не держат. Я десятки машинок уже перебирал после кернения. Нам сделали ремонт полтора месяца назад, три месяца назад, что-то полгода. Машинки возвращаются на ремонт. Те, кто кернет, говорят, нам никогда машинка не возвращалась, все нормально. Поэтому она к вам и не возвращалась. Что через полтора-два месяца машинка опять загудела и клиент, обиженный на вас, ищет другого мастера. Эти машинки приносят ко мне. Дальше что? Все просто. Дальше одеваем шкив. Это не этот шкив. Сейчас найдем ее родной. Вот этот шкив будет родной. Вот он плотенько садится. Есть. Центральный болт обязательно сажаем на фиксатор резьбовой. Много не надо. Буквально вот капельку капнули. Можно ключом динамометрическим, да, не превышая 5-6 килограмм резьба М8. Или вот, допустим, есть ударный винтоверт. Буквально на первом положении достаточно. И вот и все. Бак у нас собран. Все крутится, вертится. Дальше обезжирим вот это посадочное место. Вычищаем. Но это заранее надо было сделать. Я предупреждаю. И наносим сюда герметик. Используем самый дешевый 101 герметик силиконовый. Да, ванн туда-сюда для помещений. Вот у него как раз адгезий никакой. Но он ни к чему не прилипает, ребят. Но он с собой замечательно заполняет. Как смазка, да, вместо мыльного раствора или там солидола. ВД-шку не рекомендую. ВД-шка разъедает эту резину. Ну, ВД-шка там керосина, там еще что-то. Да, у нас есть активные такие моющие вещи. Ее сюда не надо. И смазки. В общем, чтобы было скользко. Можно взять просто даже обычный вазелин. Вазелин у нас к резине нейтральный. Он резину не разрушает. Но чтобы резинка была скользкая во время посадки сюда. Потому что за предыдущие несколько лет работы резинка у нас обсохла. Уже приняла какую-то свою форму. И вновь устанавливая крышку, есть вероятность, что у вас где-то что-то не совпадет. Я вот, допустим, так делаю. Перестраховываю. Ну, а дальше просто закрываем. Попадаем на свои места. Защипываем это все дело. Хороший ударный винтовертик, ребят. Мне нравится. Уже второй год я вот этим работаю. А он все работает и работает. 90 ньютонов, 100 ньютонов. И вот как раз для таких вещей, представляете, насколько сухожилие повывернулось бы обычным шуруповертом или ключом бы это все дрочился. Извините за выражение. Обалденная штука. Ну, вот и все, ребят. Стиральный бак от машинки Вестл или Вирпу. Они одинаковые. Собран. Можно отдавать. Ну, а вы все будьте здоровы. Удачных вам ремонтов. Мирного неба над головой. Ну, и всем пока. Ну, и маленький поскрипел в конце. Можно назвать спонсором сегодняшнего ролика. 64 государственный подшипниковый завод. Город Саратов. Ссылочки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok